Виталий Волин Виталий Волин Виталий Волин И уже нет большей тоски, чем повиноваться разлуке. Время нас берет на поруки, засыпает снегом виски, чтобы целоваться в метро. Виталий Волин 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 Первым слушал альбом, ну, не полностью, каюсь, но первые песни слушал и с большим удовольствием. Особенно вот песня про одинокую бухгалтера, если так можно сказать. И еще вот загадка для меня. Я думаю, телезрители наши впоследствии услышат эту песню. Ну, я думаю, может, даже если не сегодня, ну, поинтересуйтесь. Про педанта, который заходил раз в месяц к даме, вот, и нашелся один далеко не педантичный человек, который все-таки нашел другие дни, на чьей вы стороне стоите? Можно будет, кстати, сегодня ее спеть, потому что мы, готовясь к сегодняшнему эфиру, естественно, постарались, чтобы не было повторов с прошлой передачи. У нас, дорогие друзья, есть только один повтор, это наш ведущий. А, да-да-да. На самом деле, вот мы тоже очень рады, потому что друзья, знакомые, которые смотрели вот нашу прошлую передачу, они все время спрашивали, они говорят, а давно вы с Волиным знакомы вообще там дружите? Говорят, ну, минут за 15 перед эфиром. Нет, можно сказать, если в секундах, то да, в принципе, так, в минутах уже намного меньше. То, что вы, с чем пришли сегодня, это абсолютно новая программа? Это у нас вышел новый диск, причем вот действительно новый, действительно совсем недавно, на нем стоят вот паблишер 2010 года, он вышел в январе, называется «В начало». И мы уже с 22 января находимся в таком презентационном туре. Тут я предлагаю поставить запятую, потому что анонс уже прозвучал, интрига появилась, и у нас звонок. Алло. Добрый вечер, Виталий. Светлан, здрасте. Добрый вечер. Добрый вечер, Вячеслав. Здравствуйте. Вячеслав, хорошо поете. Вот ваши записи, я смотрю на ля-минор, мне очень нравятся. Скажите, пожалуйста, давно вы ли поете и пишете? Вот именно так вот, по срокам, да, по годам? Ну да. Ну, первая песня, наверное, вот из тех, которые исполняются, это, наверное, год 1988, наверное, вот так. Хотя играть на гитаре, петь я, конечно, начал там раньше, в девятом классе, наверное. А, так сказать, авторские песни, они появились гораздо позже, ну, после армии, наверное, вот, видать, что-то там такое со мной произошло. Наверное, после космических войск в Туркестанском, да, в аренном округе. Наверное, космос каким-то образом повлиял. Вообще приятно, что вот смотрят наши записи на ля-миноре. Спасибо, Светлана, спасибо. А вот песня про педанта, она в прошлый раз не звучала, да? Нет. Не было ее, да? Так вот, если она сегодня прозвучит, у меня сразу вопрос такой. Вам не жалко этого молодого человека, который ходил ежемесячно к девушке, вот, и остался ни с чем практически? Ну, если только пару наростов на голове не учитывать. Я понял. Дело в том, что вот мы как раз сегодня решили побольше спеть песен, где моя музыка и стихи других поэтов. То есть вот в прошлый раз почти все песни были полностью авторские. И здесь очень интересно получается вот с композиторской работой. Ведь текст я такой бы никогда бы не написал. А сделав музыку и исполняя, песня-то получается все равно моя. В любом случае. В любом случае, да. Поэтому мы сегодня несколько песен композиторских таких обязательно споем. И в том числе и мелодраму. Я думаю, потом мы поговорим о новом альбоме. Давайте послушаем его. Тогда у нас же ведь там, по-моему, запланирована песня «Катерок». Да, если нет? Сейчас, одну секундочку. Да, действительно. Это все новое, как говорится, хорошо забытое старое. Вот на самой заре. Из недр. Да, так сказать, такого вот моего авторского творчества. Это середина 90-х годов. Тогда вышел первый диск. Назывался он «Среда обитания». И вот песня, эта «Катерок» открывала альбом. Ну, то есть, диск начинался с нее. Там была такая полная аранжировка с дудками, с барабанами, с клавишами. Мы почти эту песню на концертах не исполняли. Зрители нам все время на это как-то вот указывали, что почему вы не исполняете эту песню. Хотя они не помнили название. Говорили про лодочку, про старушек. Про плавающие средства. Про семечки, да. Вот мы сейчас сделали новый акустический вариант. Вернули эту песню в концертное исполнение. Соответственно, «Катерок». Не про лодочку, не про семечку. А что ближе? Вот акустическое звучание или оркестровое? Сейчас акустическое. Поехали. Затул ветерок, причалил катерок, от пристани до дома семь минут. У самой воды торговые ряды, где семечки старушки продают. Теперь чуть вперед, направо поворот, как мотылек, лечу на огонек. Устав быть шутон на празднике чужом, моим скитанием явно вышел срок. Милая, посмотри, ведь это я, тот, который не звонил и не писал. Но видит Бог, что не искал роскошных путей. Просто мне всегда милей было слушать стук колес, А не как будет в квартире пылесос. Ленту дорог я променять не смог, когда-то на уютное житье. Да что там говорить, жалеть или кореть, кого-то, коль упущено свое. Милая, обнимишь скорей меня, если не пугает захудалый вид, Или не кстати мой визит. Так ты не греши, все как есть не расскажи, Может статься, что и зря я приехал в эти тихие края. А ты все молчишь и пальцем тельбишь, Отводишь в свои карие глаза. И в этот самый миг раздался детский крик, К падению приготовилась слеза. Милая, ничего вернуть нельзя, Ты прости за неожиданную боль, И от гостей меня уволь. Пожалуй, пора, значит, видно, не судьба, Спину дунул ветерок. Эх, катерок, дай на прощание гудок. Вячеслав Ковалев сегодня у нас в гостях И на телеканале Леа Миноре, Что радостно, песня, по-моему, в Леа Миноре тоже прозвучала. Леа Миноре, задорно, да? Да, 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 оптимистично так. Новый альбом, чем он отличается от парашюта, от прошлого альбома? Концепция вот такая вот звукозаписывающая, Аранжировочная, наверное, та же. То есть мы продолжаем, как это говорится, Гнуть свою прямую линию. То есть вот какое-то видение такое от акустической музыки С гитарами, легкими щеточными барабанами. Ну, перкуссионные такие, конечно. Да, да, перкуссионные вещи. Вот. Но есть, конечно, уникальности. Например, работая с таким замечательным гитаристом-аранжировщиком Сергеем Григорьевым, мы умудрились записать на этом диске Песню, где он не играет на гитаре. Я считаю, очень оригинально. Ну, я думаю, да. И, по-моему, в прошлом концерте там Сергей пел тоже и песню, По-моему, пел. Ну, он как бэк-вокалист, да, так сказать. Да, да, да. Нет, нет, один куплет, по-моему. А, это Поле битвы? Поле битвы, ну, да, да, конечно. Ну, тоже, тоже, примерно, то же самое, как автор умудрился не участвовать в процессе целого куплета, да. Там такие равнозначные, да, как бы фразы, да, музыкальные. Вот. Потом игривые песни, игровые, так скажем, записаны на диске, их две, на стихе Кости Арбенина «Семь куплетов про поэтов» и «Роман с льва». Мы давно использовали на концертах, ну, вернее, исполняли эти песни, они требуют какого-то, не знаю, вхождения в образ. Но вот на студии мы их не записывали, потому что, не знаю, может быть, опыта не хватало, может быть, все-таки, понятно, что они профессиональные актеры, то есть побаивали, что как это будет звучать просто вот в таком достаточно сухом студийном варианте. Рискнули сделать в ролях. Рискнули, и вот на диске это будет. Ну, и потом абсолютно новые песни, их несколько, вот одну мы спели «Чувствовно потом», и еще обязательно споем сегодня «По трассе, ай, взрослее человек». Это настолько новые песни, что когда начинали работать над диском, то они были еще вот недописаны. Хотя вот по плану вот должны были войти. Ну, слава богу, все получилось. Так что... Споемся. Я знаю, что 13-го числа на одной из концертных площадок Москвы презентация этого альбома. Да, да, милости просим. Собственно говоря, есть сайт телеканала «Ля Минор», а на сайте телеканала «Ля Минор» есть ссылка на наш официальный сайт, где есть вся информация. Можно посетить, да. Так что, друзья мои, ворота одни. «Ля Минор». Так, значит, презентация будет 13-го. Какой-то, я не знаю, кроме песен, какой-то режиссерский ход, какой-то, может быть, еще какой-то хитрый приемчик ожидает. Может, приглашенные какие-то музыканты будут? У нас вот с 16-го и 17-го будут презентации в Питере, и вот там будет вот много, то есть там два дня подряд, и два дня будут приходить разные гости, и по жанрам разные. Вот. В Москве в этом смысле мы решили поскромничать, то есть сделать просто сольный концерт с полновесной такой вот презентацией. А гости, наверное, у нас будут в марте, потому что мы будем еще в марте в Москве, будут концерты. Ну, тоже, наверное, можно сказать, что презентационные, потому что альбом все равно будет новый. Вот там будут гости обязательно. Ну, не вижу препятствий не послушать следующую песню под названием «Бархатный фантом». Стихи Сергея Татаринова. Нам уже не надо суесловия, Стихи Сергея Татаринова. Ты себе, пожалуйста, не лги. У тебя проблемы и условия, У меня запреты и долги. Пробежишь глазами недоверчиво, Несколько исписанных страниц, И сорвется мальчик кутаперчевый, С кончиков опущенных ресниц, И сорвется мальчик кутаперчевый, С кончиков опущенных ресниц, Позабыв неписанное правило, Смерти нет, есть долгая зима. Ты свои ошибки не исправила И к моим прибавила сама. Нам, увы, неведомо, Как сложится бабье лето, Бархатный фантом. Кружится листва и курчат рожицы, Бутнику под клетчатым зонтом. Кружится листва и курчат рожицы, Бутнику под клетчатым зонтом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Ага, ну, вот и ответ. Друзья мои, к шепоту прислушиваются чаще, потому что ор он и так слышен. Я не хочу никого ни в коем случае не оскорбить, не обидеть тех замечательных музыкантов, которых вы перечислили, перед кем вы и после кого выступали. Но иногда ошибча, а можно достичь более серьезных результатов. Следующая песня. О, вот нравятся мне такие вот названия, просто не знаю чем, но уже подкупают. Знаю, запятая, что живой. Да, это вот у нас идет такой блок композиторский, это тоже стихи Сергея Татаринова. В этой песне какие-то такие приемы использованы, которые, может быть, даже в авторской песне не приветствуются. Музыкальные или текстовые? Например, многократное повторение какого-то текста. Но вот работая как композитор, вот мне вот так, а не иначе. Ну, слушаем. С удовольствием. Зерно зажатое в початке, Желток, ячейка, монолит. Талант загубленный в зачатке, Душа, которая болит. Какие соки тянут корни, Когда в сплетении корней Мы не становимся покорней И не становимся сильней Пока огонь горит, Пока поток бурлит, Пока кружится шар земной, Пока часы спешат, Пока болит душа, Я точно знаю, Что живой. И непонятно, что дороже, Еще закат, уже рассвет, А взгляд все пристальней И строже, И не подгонишь под ответ Решение, постой, задачи, Где вариантов только два. Еще не может быть иначе, Уже справляешься едва, Пока огонь горит, Пока поток бурлит, Пока кружится шар земной, Пока часы спешат, Пока болит душа, Я точно знаю, Что живой. Ни слова лжи, Ни ноты фальши, Все на поверхности бери, Когда не думаешь, Что дальше, Какие к черту ноябри. И ничего не изменилось, И живы мы до той поры, Пока надеемся на милость, Не зная правила игры. Пока огонь горит, Пока поток бурлит, Пока кружится шар земной, Пока часы спешат, Пока болит душа, Я точно знаю, Что живой. Пока огонь горит, Пока поток бурлит, Пока кружится шар земной, Пока часы спешат, Пока болит душа, Я точно знаю, Что живой. Вот мне кажется, Если снимался бы фильм Обыкновенное чудо 2, Вот эта песня стала просто удивительным обрамлением всего фильма. То есть вот есть картинка, да? По ассоциациям, да. Вот эти вот мажорно-минорные переходы, Они настолько создают какую-то загадочность, Если можно так выразиться, И хочется ее понять и расшифровать. Хорошо, когда ведущий музыкальной программы Тоже пишет песни, да? Да-да, и может ноту да от ноты ре отличить. А к Сереже вопрос. Сереж, ты пишешь аранжировки, Ты являешься гитаристом, Являешься, ну, не нравится мне в данном контексте Слово бэк-вокалист, Потому что звучит оно немножечко как-то неуютно и смешно. Ну да, есть что-то. Ты помогаешь петь, значит, Вячеславу. Легко ли сохранять вот свою индивидуальность, Занимаясь, грубо говоря, чужим творчеством? Ну, мне кажется, что как раз-таки я ее и ищу. Ну, вот что вот я вот такой, Как бы один, можно сказать, со Славкой, Что у нас с ним давно же дуэт существует, И мне просто все аранжировки, Они, наверное, у меня рождаются, Как у Славки песни. То есть я мучаюсь, У меня там что-то не получается, Мне что-то не нравится, Вплоть до каждой нотки ковыряешься. Не, ну это слышно, что... Происходит вот такой процесс, И я на самом деле удовлетворен этой работой. Я не чувствую себя на каком-то втором плане, Хотя достаточно часто, Вячеслав Ковалев, естественно, Я только рад за него, Что я могу, допустим, преподнести даже его песню так, Чтобы человек пускай смотрит на него. Ради Бога. То есть я только буду счастлив. И если моя гитара помогает воспринять песню правильно, То для меня это счастье. Можно я добавлю? Да. Дело в том, что вот Сергей Григорьев техничный, да, гитарист? Достаточно. Но существует, ну я не знаю, То есть есть, да, тысячи людей, которые, так сказать, техничнее. Ну вот, но это же не спорт. Я вот, бывая на фестивалях, И, ну, отслушивая, так сказать, Там какой-то материал бывает, Что и там в жюри сидим и так далее. Очень часто обращал внимание, Что вот даже хороший музыкант, хороший гитарист, Песню вот они играют с кем-то, И он начинает любоваться собой. То есть он не думает о песне. Вот он показывает, Какой я кайфовый инструменталист. 24 ноты в секунду, господа. Да, то есть у него, да, у него. Вот ты понимаешь, с чем я говорю? Вот Григорьев не такой. Вот за это, вот, люблю его. Это как там старый-старый музыкантский анекдот, Когда выходит на сцену этот конкурс гитаристов, Выходит юноша, и там в одну секунду там... Вот, и след за ним выходит старенький дедушка, Такой седовласый, хвостик тут. И он так... И все, браво, браво. И на это он первое место. И юноша спрашивает, А первый-то играет круче-то, у него столько нот. Вот, а второй-то чего? Он там три ноты сыграл. Говорит, первый ищет, второй-то уже нашел. Уже нашел. Вот и все, вот и все объяснение. Сереж, в прошлый раз, насколько я помню, Вы говорили, что переехал ты в Челябинск. Челябинск, да. Ну, это, в принципе, получается, проект Евразии у вас. Ну, уже такой, да, междугородний проект. В принципе, по сути. Какое хорошее название, никогда не думал. Вот это вот расстояние на данный момент является ли препятствием? Я понимаю, что есть интернет, куча всевозможных способов сообщения. Как общаетесь-то? Ну, вот на данном этапе, слава богу, нет. Потому что... Нет препятствий или не общаетесь? Да, нет препятствий. Проблем, нет препятствий, да. Много концертов, слава богу. Но это вот действительно, слава богу, я не знаю, что еще сказать. С переездами, перелетами, есть время для репетиций. Да, в наши времена все-таки там вот этот вот кризис, и понятно, что жанр далеко не самый популярный. Слушай, ну это здорово. Все-таки интернетовское общение это одно, а живое дыхание и вот оно, здравствуй. И получается, что мы довольно много времени проводим вместе. Даже если бы мы жили, как раньше, в одном городе, мы бы встречались точно так же, только на концертах. Не факт, что мы бы виделись чаще. Ну это была практика такая, то есть в принципе, это вот, как я вот со своими братьями родными, они говорят, вот ты переехал, я говорю, так а мы сколько с вами, раз в год и виделись. Говорю, я сейчас приезжаю там два или три раза в год в Питер, там и с концертами и так далее. И видимся чаще. То есть у нас вот со славкой такая ситуация, что в принципе не мешает. Ну в принципе такая же, то же самое история, я как-то просто не думал. Вот поехал сейчас вечер пускников, был в Орле, ну вот с друзьями, обычно, ну вот в России как первая, суббота, это февраля. Ну не знаю, как в других городах, в Орле так всегда было. Вот, и я пришел к выводу, что я своих одноклассников вижу каждый год, а двоюродного брата и сестру не видел 17 лет. И мы встретились вот буквально на следующий день, и я подумал, что это, наверное, все-таки неправильно. У вас более... А у нас же в других городах есть люди, которых мы видим чаще, потому что очень часто встречаемся на фестивалях, на каких-то мероприятиях, чем тех, с которыми живем в одном городе. Ну то есть такое... Вот где логика, казалось бы, да? А этот как поживает? Да, честно говоря, я и не помню как. А вот тот-то, ну из друзей, из общих знакомых. Да не видимся мы. Зато древний один наш одноклассник нашел нашу компанию через интернет, через меня нашел. Потому что, ну вот у него не было там никаких связей, он после восьмого класса, по-моему, ушел. И он набрал в интернете просто автор Вячеслав Ковалев. Ему вывалился, соответственно, мой сайт. А там уже контакты, и он мне, значит, что-то там позвонил, написал. А у нас как раз после Нового года, вот в середине января, каждый год встреча одноклассников. И вот он мне звонит, я говорю, Володя, собирайся. И он был так счастлив вообще. Он не только одного меня нашел, да, он вот целую компанию нашел, он довольный вообще. Вообще встреча отпускников – это просто удивительное действие. Настолько вот, не знаю, кого как, меня заряжает это буквально. Я каждую минуту считал буквально. Единственный случай – следующая песня. Продолжаем. Блог песен на стихи Сергея Татаринова. Мужчина с глазами, в которых полно обещаний, Приходит к ней в дом, почему-то все время к обеду. Садится за стол и под росказня телевещание, Как водится ест, но потом оставляя беседу. Потом он снимает пиджак и другую одежду, И рушится мир, опрокинутый чувством пьянящим. Потом он уходит, а ей оставляет надежду, Что все еще будет не в будущем, так в настоящем. А небо проносит над домом тяжелые тучи, И трудно мечтать о хорошем, о лучшем, тем паче. Он, видно, не любит, а женщина, женщина плачет. КОНЕЦ Слав, знаешь, слушая некоторые твои песни, Да даже, наверное, не некоторые, а определенную, я скажу так, наверное, часть, Приходишь к выводу, что версия, вот эта легенда об андрогинах, Мужчина-женщинах, которые в свое время были разделены пополам, Она все-таки верна. И вот слушаешь твои песни, и слеза накатывается. Вот ходит он один, ходит она одна. Она тянет друг к другу, а не знает, с какой стороны, вот чем друг к другу прикрепиться. Были ли в твоей жизни какие-нибудь истории, о которых ты слышал или видел, Что в конце концов вот эти две половиночки все-таки соединились, И это отразилось в песне? Или все-таки большая часть песен об грустном одиночестве? Это перед песней, которая называется мелодрама. Я еще не знаю, что там будет. Знаешь, на самом деле знаешь, потому что как раз об этой песне ты и говорил. Ага. Но получается так, что проблема такая, вот одиночество в нашей жизни, Она настолько глобальна, она вот всех касается. Даже тех, которые делают вид, что счастливы в браке, наверное. Хорошее, ключевое слово делают вид. И, наверное, поэтому так много пишется на эту тему, И, наверное, поэтому не остается равнодушных, когда про это говоришь. Почему так происходит в нашей жизни, так вот как-то общество, да, устроено? Потому что, мне кажется, вот более ранние общества, да, наши, Они все-таки были более какими-то стабильными, да, в этом смысле. Ну, ты имеешь более патриархальный строй ранний. Да, да, да. Вот уклад, да, какой-то был все-таки. Да, он был более консервативный, но он был более устойчивый, безусловно. Ну, как идеал домострой, в принципе-то, если можно так. Ну, вот почему так происходит? Это, конечно, тема отдельной передачи и ни одной, и ни с нами. Вот, но действительно получается, что рисуется какая-то картинка, Ну, вот, например, в данном случае поэтом, да, Может быть, он про себя, может быть, он про близкого, знакомого, Может быть, он просто где-то подглядел, Но резонанс это вызывает у огромного количества людей. Вопрос был сейчас еще одну секундочку. Повторю, сложилось ли в счастье хоть в одной песне у тебя? А, так парашют, конечно. Вот мы на прошлой программе... А, да, да, действительно. Это же... Абсолютно. Это вообще пророческая песня для меня, Потому что, когда я ее написал, я еще не был женат, А потом вот, видишь, вот... Обрел стропы, да? Да, да, да. Купол над головой, который защитит... Ну, кстати, можно и про Григорьева так сказать, Потому что, когда мы начали играть парашют, Ты тоже еще жил в Петербурге? Да. А еще есть в ней история, значит, про двух... Как-то подходит пара после какого-то концерта, я не помню. И они говорят, что вот, Слава, большое спасибо, там, ну, какие-то комплименты, пожалуйста. Но они еще рассказывают о том, что познакомились между собой благодаря песне. То есть вот они там, по-моему, на Грушинском фестивале, вот, перед третьей эстрадой, Так скажем, оказались рядом. Я это прямо вижу. Ты стоишь, поешь песни, и он говорит, хорошие песни. И он говорит, хорошие песни, пошли жениться. Да, и он что-то такое сказал, ну, как тебе, Ковалев, да, или типа... Она говорит, у меня есть его песни, я знаю, а у меня тоже, да, это как бы... Давай споем, давай. И то-то-то. А я с этим согласен. И я согласен. Ты ж моя ладочка. И давай жениться. Не, ну, здорово, здорово. Это... Это хорошо. Жизнь прожита не зря. Если хоть кому-то за счет... Хотя бы один, да? Конечно, да, обрел счастье свое, то дело-то сделано практически. Мелодрама. Значит, песня, о которой долго и упорно Виталий Волин говорил в начале нашей передачи, да, с диска «Парашют». Стихи Константина Арбенина. Мы расправились с Татарином. Значит, вот стихи Константина Арбенина. Расклад планет суров и безупречен, Есть у судьбы сигнальные огни. Он приходил в критические дни И заводил страдальческие речи. Он говорил, люблю до глубины, Хочу сейчас, не отходя от кассы, И получал поспешные отказы, Оправданные фазами луны. Порой казалось, будто их ведет Злой рок, а может, даже добрый гений. Ведь в жизни так немного совпадений, Зато несовпадением полон счет. Она была агентом при тузах, Он копошился по торговой части, И каждый был по-своему несчастьем, И обесчищен собственных глазах. Марсоподобный, полоумный Макс, Насилуя свой маленький гипофиз, Он злые письма слал ей прямо в офис, Трагедию переплавляя в факс. Она безмолвно принимала дань, Молчанием только взвинчивые цены, И в страхе ожидая новой сцены, Как в занавес смотрела в календарь, Где в закулесье слишком ровных дат, Он волей понукал и горе мыкал, Чтоб возвратиться ровно через цикл, И тем продлить свой месячный мандат. Перебороть регламент бытия, Им не хватало времени и денег, И бесконечный черный понедельник Сулил им мат, как белая ладья. По аду чисел современный Дант, Он мог еще сто лет бродить кругами, Когда б его не увенчало рогами, Другой хороший парень не педант. И он решил не женскому уму Постичь мужской размеренный рассудок, Опоздай хоть на пару суток, Разберись подробно, что к чему, И был бы навсегда увековечен Союз двух непрекаянных персон, Но у судьбы свой собственный резон. Исход планет суров и безупречен Ну, эту песню надо раз несколько слушать. И она вот открывается как хороший подарок, Когда одну упаковочку снял, вытащил, Вторую снял, вытащил, И буквально по буковке. Я, честно говоря, вот всю песню, Впоследствии, она у меня как кино. Грустно-смешной, гротесковой такой вот. Причем, каким языком тонким написано, И о каких грустных вещах все это дело. Ну, а ты... Да, слова такие вот на грани, да? Да, да, именно. Ну, собственно говоря, приличие. Да, с первых слов, в принципе. С первых слов-то да. То есть вообще об этом петь-то вообще можно? Ну, как подано, как все тонко, Как все эстетично, я бы сказал бы. Слав, ты человек, насколько я понимаю, Деятельный. Ну, не знаю, насколько тебе присуща лень, В принципе, каждому человеку. Я о чем хочу сказать. Ты был несколько лет администратором. Откладывает ли вот это вот профессиональное, Администраторское, административное начало На создание песен какое-то клише? Я к чему веду? Вот ты, как администратор, должен понимать, Вот это вот, это так можно играть, А так нельзя играть. Потому что это отложится на ухо, Это не отложится. Это пойдет, это не пойдет. Грубо говоря, это купят, это не купят. Вот пошлым языком. Пожалуй, у меня довольно честно это все происходит. То есть я... Без оглядки. Не думаю, да. Ну, в такой степени я не конъюнктурен. Во всяком случае, когда, ну, так сказать, в творчестве. Потом, при звукозаписи, При расстановке песен в альбоме, На концерте. Конечно, уже думаешь о каких-то вещах, Где кульминация. Нет, но это уже режиссура идет. Да, хорошо бы, чтобы сгрустнулась, Где можно, так сказать, пошутить, Где можно даже, ну, не знаю, спекульнуть чем-нибудь. Ну, зная, куда, в какой момент, да, поставить. Вот это, конечно же... Но вот при написании, Виталик, нет, я здесь совесть моя чиста. Чист, честен и порядочен. Говорю вот в эфир. Здесь все-таки главное, Чтобы мне самому понравилась эта эмоция. Песня для меня эмоция. И мне категорически важно, чтобы она была честная. Если я сам себе вижу, что лукавство... Ну, то есть я вижу, что, ну, вот лукавлю немножко. Я воздерживаюсь или переделываю, Или оставляю на потом. Но хочется надеяться, Что вот такого вида халтуру Или недоделанные какие-то вещи Я на зрителя не вношу. Ну, хочется надеяться. Слав, если к тебе подойдут Сто буквально человек, Ну, такого уровня, как, Ну, допустим, не знаю, Великий музыкант подойдет и скажет, И поэты. Пятьдесят поэтов, пятьдесят музыкантов скажет, Вот тут вот надо переделать. Это не очень красиво. А ты понимаешь, что это будет уже не твое, И от тебя это уже будет лживо И более коммерчески. Будешь менять или нет? Нет, ну, если вот даже 25 Хороших музыкантов... Призадумываешься? Нет, конечно, призадумываюсь. Конечно, нет. Ну, ты уж такие цифры называешь. Нет, ну, я утрирую, чтобы всем понятно было. Я думаю, что... Я как-то отреагирую на это. И здесь дело не в упертости. Что вот я так решил, И я так хочу, поэтому будет так. Нет. Если 25, там, или 50 уважаемых мной людей, да, Неважно, там, знаком я с ними лично или не знаком, да, То есть я их уважаю по творчеству, да, по статусу, Там, по каким-то... Обратят на это внимание, Это скорее будет поводом к тому, Чтобы разобраться, что я чего-то не вижу и не слышу. И недопонимаю. Поэтому я думаю, что я бы отреагировал. Ты адекватен в этом смысле. Ну, опять же... Внушаем... Хочется так думать, хочется так считать. А я предлагаю послушать песню номер 7. Хорошие цифры и название замечательное. Дом называется. Кстати, тоже вот стихи Сергея Татаринова, Но мы включили ее. Она необычна очень по музыке. Ну, сейчас послушаешь. Этот дом дышал тобой И хранил твое тепло Как-то все само собой Сквозняками унесло Расточило по углам Разметало в пух и прах И с обидой пополам Поселился в доме страх А потом была зима Дом качался на ветру От тоски сходил с ума Все твердил Умру Умру Лифт взмывал на этаже Стены были так тонки И вонзались как ножи Посторонние звонки А еще была мечта Что однажды ты придешь Разным, впрочем, не читая Дом, в котором ты поймешь Что дышал одной тобой И хранил твое тепло Как-то так Само собой Впрочем Это и спасло И хранил твое тепло И хранил твое тепло Удивительная полифония Удивительная Тут, я не знаю Честно говоря Был настолько растерян Что я хотел проследить За линией текста Но потом начинаю Уходить В гитару Слушать ее Нет Тебя нужно слушать Много раз Чтобы Просто вот Действительно Всю эту палитру Раскрыть И понять Это здорово Я вообще люблю Тот юмор Который доходит Всегда После И Долго А Не всегда Хорошо Что сразу Раскрывается Нужно красоту Все-таки По лепесточку Вот по одному По трассе А Это что же за такая Это куда же она ведет Мы Сейчас Возвращаемся К новейшему диску И Вот К самым новым песням По трассе А Это вот Из Категории того Что наболело Действительно То есть Это вот Я думаю Что Интересно Будет и телезрителям И тебе Сейчас послушать Потому что Так сказать Впервые Это песня такая На равных Да Вот она сейчас будет С Григорьевым В общем-то О нас О том Что происходит С нами Ну вот Практически В данный момент Трасса А У нас все Дороги Начинаются С какой-то буквы Е например Это федеральные трассы А Это дороги Регионального значения Именно По таким дорогам Как правило Едешь Из аэропорта В город Который прилетел И прежде чем Прозвучит Эта песня У нас звонок Алло 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 Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер В город Москва До дня была уходить В гости Включила телевизор Виталий Волин Сказал Слова По поводу Своего гостя И поэтому Осталась Задержалась Все что я хочу Сказать Большое спасибо Это удивительно Я целиком с вами Особенно за Последнюю Песню про дом У вас новые слушательницы Будут теперь Вас искать Смотреть Слушать И большим вам Творческих успехов Счастья И всего Что я хотела сказать Спасибо вам большое Спасибо Спасибо Я думаю Вы нас найдете Давайте послушаем Следующую песню По трассе А Кто-то Двигает Бизнес Кто-то Пишет Эссе А мы Выжимаем Сток По шоссе Из местного Аэропорта Мчимся По трассе А И в городе Н Остановимся У ДК Наш зритель Наверное Экстра А может быть Интроверт Придет На негромкий Живой Концерт Не супер Не гипер Не мега А просто По мере сил Мы сможем Общаться И там Друг у друга Спросить Кто мы Избиратели Вершители Собственных Судеб Заключенные Надзиратели Или правда Свободные люди Менеджеры Кухарки Неформалы Футбольные Фэны Несколько Мужчин Олигархи Остальные Олигафрены Легче платить за учебу Чем воспитывать Своих чат Потому их сердца По-другому Стучат И надо успеть Объяснить им Пока в голосе Есть высота Что в жизни Важнее не мода А красота Мы тоже капризны По-разному Можем ныть Можем лезть на рожон Со вчера До утра Празднуем Время не бережем Раскиданы По ролям Ответчики Или истцы Любовники По рабочим дням По выходным Отцы Попрок Все поют Дружно я не смог Играть так, как нужно Тем, кому музыка Просто какой-то формат Рок-поп Старания не напрасны Звуки нон-стоп И как всегда не ясно Что же все-таки делать И кто виноват А песенкой под гитару Попробуй-ка удивить Таких не берут на FM И TV И кажется, глядя в экраны Что время движется вспять И мы задаемся вопросом Опять Кто мы? Избиратели Вершители собственных судеб Заключенные Надзиратели Или правда свободные люди Менеджеры Кухарки Неформалы Футбольные фэны Несколько мужчин Олигархи Остальные Олигафрены Издают указы монархи Соревнуются Бизнесмены А в такси Возят нас Плутархи И в купе Носит чай Дымосфены Друзья мои, чем подкупает ваш дуэт Я могу так сказать Это динамика Это ритмика И удивительное гармоническое обрамление Это красиво Что-то я совсем захвалил вас Не знаю, как мне кажется Я мало кому столько добрых И действительно Восторженных слов говорю Но вот в данном случае Это туда Времени у нас не так много Давайте послушаем следующую песню Песни у нас две Если успеем, споем две Если нет, тогда поговорим Взрослеет человек И начнет с нуля А что будет? Да, очень важно Взрослеет человек Потому что она завершает Вот этот вот диск В начало Новый, про который мы говорили И вот Если ее не спеть Вот если не показать То есть представление Об этом диске Мне кажется Будет недостаточно Давайте послушаем Пока взрослеет человек И ускоряет бег Безжалостное время Вече и скорбя Мы узнаем себя Никто не свят Но исчезнут дерзость И краса Мы слышим голоса Они поют на службе Как мало смысла В суете, в надменной простоте И даже в дружбе Но есть смирение и честь Нести благую весть Что совесть не проесть И если не по ней Случается успех Его всего верней Замаливать, как грех А тем, кто выбился в тираж Придет налог с продаж В процентах от обмана Ведь восхищаться всякий раз Не стоит на показ И для кармана Но звон заслуженных фанфар Как свет от дальних фар Мешает разобраться Что ждет нас там, на вираже Но знание уже Нам должно брать самим Вот так взрослеет человек Его дрожание век Как признак осознания Того, что в жизни у него Важней нет ничего Чем покаяние И есть смирение и честь Нести благую весть Что совесть не проесть И если не по ней Случается успех Его всего верней Замаливать, как грех 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 Замаливаешь Замаливающий да да надо слушать долго и многое я вот не знаю вот ладно просто вопрос задам я знаю что у вас был какой-то очень серьезный тур в поддержку этого альбома как все прошло где происходило ну как серьезные просто было много городов то есть мы уже мало слава много городов мы уже были в нижнем тагиле в каменск уральском в кургане в уфе в билибей в самаре всадки в озерский снежинский челябинский мясе в легкую полстрана откатали а в принципе тур ты не сейчас москва потом будет питер и потом будет еще петрозаводска и костамукша а я уже думал так и петрозаводска архангельска норильска мурманск и опять это потом тюмень петропавловского и по берегу по берегу что было интересного вот самый какой-нибудь концерт который настолько прям вот я могу да такой случай рассказать значит на концерт попали абсолютно случайно люди то есть вот человек то есть у них была некая развлекательная программа и их товарищ купил билеты на концерт он ну то есть знаком был с нашим творчеством и он их пригласил но люди абсолютно ну как сказать но не знали куда они не слушают они такую музыку да и в общем они тут зачем это вот ну вот балалайка сейчас вот это вот два часа зачем это да ну как бы вот надо было вот нам уже вот не знаю в бане мыться или что ну то есть как-то вот развлекаться то есть они были очень недовольны и после концерта они подошли сами рассказали эту историю извинились как бы за ну как бы вот за то что они так подумали и они сказали мы не знали что такая музыка есть мы теперь хотим очень ну так сказать больше об этом знать больше и услушать и вот как я подвел да к телеканалу ля минор то круто да ну и действительно ваш так скажем формат достаточно улекален на нашем телевидении и видите как это может быть нужно людям то есть это может быть нужно гораздо большему количеству людей чем об этом нам говорят социологические опросы мне кажется просто наступил такой момент когда люди душой хотят слушать душой и наверное самой высокой точечкой мозга своего которая не просто кеда полу кеда уже который хочет понимать любить поэзию в тонкостях разбираться вячеслав ковалев и сергей григорий сегодня нас гостях спасибо друзья спасибо спасибо огромное до свидания